А сегодняшняя наша санитима это сцепленные взаимодействия генов, то есть или же закон сцепления. Кем же было, скажем, открыто? Явление совместного наследования было еще описано Пинетом. Вам знакомо такое понятие, как решетка Пинеты? И Пинет называл это наследование притяжением генов. А в 1910 году Томас Морган и его сотрудники создали современную хромосомную теорию наследственности и сформулировали этот закон как закон сцепленного наследования генов. Смотрите, а в чем же заключался эксперимент Моргана? Как мы вначале разбирали, мы с вами не зря разбирали, то есть не вспомнили первый, второй и третий закон Менделя. Как в третьем законе Менделя, то есть закон независимого сцепления, получается при гибридном скрещивании получается 4 разновидности по фенотипу. И соотношение получается 9,3,3 к 1 по фенотипу. А в эксперименте Моргана, когда он скрещивал двух плодовых мушек, точнее не плодовых, мы скажем, дрозофил, плодовую мушку дрозофилу, и получилось то, что они тоже образовали вначале 4 фенотипических группы, но соотношение не составило 9,3,3 к 1. Теперь он что сделал? Он скрестил плодовую мушку серым телом и нормальными крыльями с плодовой мушкой, с черным телом и, скажем, рудиментарными, то есть короткими крыльями. Он ожидал, что получится то, что гибриды первого поколения будут, скажем, единообразными. Так и получилось, но при скрещивании гибридов первого поколения между собой расщепление по фенотипу не составило 9,3,3 к 1. И тогда он начал исследовать, почему же так произошло. Вот смотрите, получились гибриды первого поколения, и получилась одна гетерозигота, гетерозиготный особь, как я он ожидал, и одна рецессивная особь, то есть две особи. И смотрите, что же затем произошло? Он понял, что вот эти гены находятся, где именно локализуются в хромосомах, и они сцеплены друг с другом, частично передают, то есть закона независимого распределения, как у Грегера Менделя, не было у него. Теперь смотрите, сцепленное наследование генов – это явление совместного наследования генов, локализованных именно в одной хромосоме. И этот процесс называется сцепленным наследованием, а локализация называется сцеплением генов. Таким образом, третий закон Менделя применим лишь к наследованию аллельных пар, которые находятся в негомологичных хромосомах. Если же признаки находятся в разных негомологичных хромосомах, то они будут передаваться из поколения в поколение в несцепленном виде, да? А если они расположены в одной хромосоме, то передаются сцепленно. Давайте разберем законы Томаса Морган, да? Он говорил, что гены, находящиеся в одной хромосоме, во время миоза, то есть миотического отделения, попадают в одну гометру, то есть наследуются сцепленно. И теперь давайте немножко вспомним про миоз. Что же такое? То есть, если вы помните, в профазе 1 миоза происходит два важных процесса. Это конъюгации, сближение гомологичных хромосом. И второе, это кроссинговер. Что же такое кроссинговер? Кроссинговер, это, как сказать, вот когда две хромосомы сблизились между собой, да, произошел процесс конъюгации, и затем вот эти два, две гомологичных хромосомы обмениваются участками генов, и это называется кроссинговером. Еще мы должны знать, что такое локус, да? Каждая хромосома состоит из нескольких, скажем, тысяч локусов. Что же такое локус? Локус – это участок хромосомы, в котором расположен определенный ген. Существует несколько положений именно в теории Томаса Моргана, то есть хромосомной теории Томаса Моргана. Он говорит, что гены расположены в хромосомах в линейном порядке. Второе, все гены, расположенные в одной паре гомологичных хромосом, образуют группу сцепления и наследуются преимущественно вместе, как мы говорили, образуют группу сцепления. И групп или число сцепления, групп сцепления обычно равно гаплоидному набору хромосом. Это применимо для всех организмов, да? И полное сцепление здесь может нарушиться только процессом крысинготера. И запомните то, что крысинготер происходит обязательно между двумя гомологичными хромосомами. Поэтому, если, скажем, если брать млекопитающих, да, у них мужская особь обозначается через X и Y, то есть во второй, последней половой хромосоме, недостает одно плечо у хромосомы. Получается, в этой особи, то есть в мужской особи, у млекопитающих процессы крысинготера не могут быть именно в половых клетках, потому что нет гомологичности. Таким образом, закон Моргана гласит, что гены, расположенные в одной хромосоме, называются сцепленными и наследуются вместе. И меняется только в результате крысинготера. Давайте вот здесь мы разберем с вами. Крысинготер – это явление обмена участками гомологичных хромосом во время конъюгации при миозе. Вот смотрите, в данном случае от две гомологичных хромосомы произошел процесс конъюгации, то есть сближения. Затем, что произошло? Вот эти две участки, то есть вот она, вот эти два участка, они что делали? Обменялись и получилось, скажем, появились гены, которые будут отличаться от родительских. Даже если признаки локализованы в одной хромосоме, гомологичной, но в результате крысинготера меняется генотип, то есть генотип особей во первом, во втором поколении. И смотрите, когда мы говорим крысинготера, лучше обозначать гометой, то есть генотип, именно в плечах хромосом. Когда вы пишете, когда вам дается два разных признака, обычно вам дается два разных признака, да? Лучше не писать в линейном виде, вот в таком виде, а писать вот в каком виде. Если вы хотите написать гетерозиготу, то получается одна плечо хромосомы и вот второе плечо хромосомы. И получается генотипы как раз будут вот какими. Это когда в результате не крысинготера, а когда произойдет перекрест между вот этими генами, да? Вот как происходит крысинготер, и получаются вот такие гометы. Это в результате крысинготера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова